Добрый день с вами Олег Молчанов и сегодня мы напишем парсер логов сервера Apache. Парсинг логов это довольно стандартная задача при выявлении тех IP адресов с которых на ваш сайт совершается DDoS атака. То есть задача парсера заключается в том чтобы вытащить из лога все данные об IP адресах сосчитать количество запросов и наш парсер к тому же еще будет экспортировать полученные данные в CSV файл. Так откроем папочку я тут заготовил вот наш планчик то есть наш парсер будет иметь три логических блока открытие файла, считывание IP адресов, второй блок будет считать количество запросов от каждого IP адреса и наконец третий блок будет записывать все полученные данные в CSV файл. Давайте посмотрим теперь на тот лог который мы будем парсить. Вот он открылся. Это сравнительно небольшой лог. Порядка 46 тысяч записей. Бывают логи больше. Мне один раз прислали лог на миллион триста записей и весил этот лог почти 300 мегабайт. Вот такой большой текстовый файлик. Давайте на него посмотрим внимательно. Из всей вот этой информации которая здесь представлена нам нужны только IP адреса. Вот эти IP адреса. Остальная информация пусть вас не пугает это дата, дата, время, запроса, часовой пояс, http запрос, get, начтение страницы, URL с самой страницы, ответ сервера то есть 200, загрузилась нормально. Это URL той страницы с которой пришел пользователь на сайт. Дальше информация о железе и в операционной системе и используемом браузере. Нам нужны только IP адреса. То есть первое наше действие заключается в том чтобы открыть этот файл, считать из него только IP адреса и потом передать эти данные в другой логический блок. Создадим скрипт. Парсер пай. Создадим инициализирующий блок, который будет запускать наш скрипт. Первое действие это открытие файла и считывание IP адресов. Хорошо. Создадим функцию reader. Dev reader. В качестве аргумента он будет принимать имя файла. File name. Все операции с файлом, с файлами, с любыми, осуществляются через контекстный менеджер. Открываем файл из функции open. В качестве аргумента мы передаем ей имя файла. File name. Сохраняем открытый файл в переменную f. То есть переменная f содержит ссылку на объект файла. Здесь объект файла теперь находится. Теперь нам с этим объектом файла надо что-то сделать. Нам нужно считать информацию. создадим переменную log. Сколько у нас log, да? Вызовем объект файла. У него метод есть read. Вызываем метод read. Все. Прочитали и записали. Теперь можно даже посмотреть, что у нас получилось. Напечатаем переменную log в нашем блоке. Вызовем функцию reader и передадим ему в качестве аргумента название файла. Ну, можно использовать, конечно, наш лог. Вот этот длинный лог. Можно использовать файлик task.txt. Ну, давайте вызовем файлик task.txt. task.txt. Сохранили. ctrl-b. Вот. Как видим, он все сосчитал. Можем указать здесь имя лога. Выделяем, копируем. В кавычках вставляем, потому что это именно текст, именно строка. Вот он читает нам лог. Построчно читает. Хорошо. Частично сделали. Первый блок. Да. Но нам, конечно же, с вами не нужна вся эта каша из информации. Нам нужны только IP-адреса. То есть, из всего текста нам нужно вычленять конкретные строчки по шаблону. То есть, мы осуществляем поиск по шаблону. Таким шаблоном является регулярное выражение. Поэтому мы с вами импортируем библиотеку RE. Модуль RE. Библиотеку регулярных выражений. Напишем с вами регулярные выражения. RE. EXP. А посмотрим на IP-адреса. IP-адреса состоят из четырех частей. Это цифры в количестве от одной до трех. Трех. Вот здесь вот, например, одна цифра. Две. Три. В диапазоне от 0 до 255. Регулярные выражения это строка. Поэтому в кавычках указываем строчку. SLASH D означает цифру. Десятичную цифру в диапазоне от 0 до 9. У нас цифра может быть от одной до трех в каждой части. Поэтому в фигурных скобках указываем диапазон от одной до трех. Скобку закрыли. Слэш. Точка. И так далее для остальных частей. От одной до трех. Ди. От одной до трех. Точка. Ди. От одной до трех. Написали регулярные выражения. Раз. Два. Три. Четыре. Для каждой части. Поставим перестрочкой символ R. Он будет означать, чтобы интерпретатор не пытался интерпретировать SLASH D как SK последовательности. Специальные такие последовательности. Для отображения непечатаемых символов. Типа тубуляция. Переноса каретки на другую строку и так далее. Для этого мы используем R. Написали шаблон. Регулярное выражение. Записали его в временную regExp. Теперь нам нужно его использовать. Использовать будем внутри with. Создадим список. This list. Который будет принимать следующее значение. Модуль RE вызывает метод findAll. Найти все. Который принимает два аргумента. Первый аргумент. Что мы ищем? Искать мы будем текст, который соответствует шаблону. То есть регулярному выражению. regExp. И второй аргумент. Где мы ищем? А искать мы будем в переменной log. То есть не в переменной конечно, а в том объекте, на который указывает эта переменная. В нашем файле. Можем проверить. Вызовем на печать наш словарик с IP-шниками. Вот, пожалуйста. Ничто иное, как словарь с IP-адресами. Теперь сделаем вместо print return. Возвращать будет нам наш словарь. Первый логический блок мы закончили. Второй логический блок это count. Будем считать количество запросов. IP-стрест в качестве аргумента будет принимать наши функции. Можно конечно написать маленький блок, который бы подсчитывал количество вхождений каждого IP-адреса. Но это наверное не очень удобно. Удобнее всего было бы использовать класс counter. Есть такой специальный класс из библиотеки collections. Вот мы импортируем эту библиотеку. From collections import counter. Это класс, поэтому у нас counter с большой буквы. Это интересная вещь. Давайте мы на нее немножко посмотрим. Это не что иное, как словарь. Но словарь особый. Давайте создадим список. Скажем A, 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 A. Три буквки A, B, C, ну еще разок B и опять C. Вот небольшой словарь. Так, создали словарик с повторяющимися значениями. From collections import counter. Создаем счетчик. Создаем счетчик. Вызываем конструктор класса counter. Вызвали. Который мы передаем в качестве аргумента наш список. Вызываем. Смотрим. И что же мы видим? А мы видим словарь. То есть counter это просто словарь. Где в качестве ключа оказались наши элементы списка. Элементы нашего списка L. В качестве значения ключа количество вхождений каждого элемента. Очень удобно. То есть мы передаем в конструктор класса counter только список. А на выходе мы получаем словарь. Который уже можно использовать непосредственно в наших вычислениях. Оставшихся. Чем мы займемся? Count. Переменный count. Которая вызывает конструктор класса counter. Передаем его в качестве аргумента наш список piece list. Который мы получили на предыдущем этапе. И все. Return count. Return count. Второй логический блок мы закончили. Третий логический блок. Это запись наших вычислений в csv файл. Для этого нам нужно импортировать библиотеку. write csv. Объявляем функцию write csv. В качестве аргумента она принимает наш словарь. Count. Опять. Поскольку это идет операция с файлом. Нам нужно открыть файл. with. Open. Несмотря ни на что мы используем функцию open. Если она находит файл она его откроет. Если она его не найдет она создаст новый. файл. Поэтому мы создадим новый файл. Output. Скажем csv. Открываем мы его не просто так. Открываем мы его для записи. write. write. Опять таки запишем все это дело в переменную оси csv файл. Далее нам нужно сделать такую штуку. как создать так называемого писателя. write. write. Переменный writer. Который мы передаем следующее значение. Вызываем модуль csv. У этого модуля есть метод writer. writer. Которому в качестве аргумента мы передаем созданный csv файл. csv файл. Вот этот. Все. Создали писателя. Он нам будет записывать всю нашу информацию в наш csv файл. csv файл это конечно же excel табличка. Создадим для нашей таблички заголовок. хедер. Заголовок будет просто списком. Первый столбик будет называться ip. Второй столбик будет называться frequency. частота. Frequency. Создали. Теперь нам нужно записать название нашей таблички. Заголовок нашей таблички в csv файл. Называем writer. хедер. У него есть метод writeRaw. Записать строку. В качестве аргумента мы и передадим хедер. Записали. Следующее. Поскольку у нас есть теперь словарь с ключами и значениями. Мы должны в эту нашу табличку записать все ключи в левую колоночку под ip адресами. А все количество запросов мы будем писать в правую frequency. Используем для этого цикл for. For. Item. Для каждого. Item. В словаре count. Поскольку словарь итерируемый объект, его можно передавать в цикл for. И итерация будет проходить по ключам словаря. Поэтому в переменной item будет каждый раз ключ словаря. Если бы мы наш словарь переписывали, передавали в блок for, в item был бы ключ a, c, b и так далее. Передали. Пошла итерация. На каждой итерации цикла мы вызываем writer с методом writeRaw, к которому мы будем передавать данные ip адресов и частоты. Но метод writeRaw принимает только один аргумент, а у нас их два. Поэтому мы создадим кортеж. Первый элемент кортежа это item ключ, а второй это значение. Давайте. Вызываем словарь и передаем ему. На этом. Все. Можем запустить. А, нет, не можем пока запустить. Нам нужно подкорректировать наш инициализирующий блок. Давайте напишем следующим образом. Вызовем метод writeCSV, который, как мы знаем, принимает словарь. Словарь подчисляется на этапе втором. Поэтому мы в качестве аргумента передаем в writeCSV вызов функции count, который, в свою очередь, принимает список айпишников из первого этапа. Поэтому мы вызываем здесь reader и которому, в свою очередь, передаем имя файла. Можно было бы написать это по-другому. Мы сделаем это так. Все. Запускаем. Готово. Проверяем. Вот появился наш output CSV, который можно уже открыть в LibreOffice. Ок. Как видим, информация не структурированная, но она есть. Давайте посмотрим, кто у нас там дедосил. Данные. Сортировка. Сортировать будем по убыванию. То есть, вначале, самые большие данные. Потом, все меньше и меньше. И по, конечно, frequency. Ок. И вот началось, видите. С этого 14, полторы тысячи запросов, ну и так далее. То есть, вот этих, в принципе, можно от сотни. Наверное, уже можно забанить. Вот этих ребят. Все. На этом, наверное, все. Ну, может быть, можем причесать. Чтобы не вызывать, просто раз не присваивать переменные, можно было бы вызов каунтера прописать сразу здесь. Причешем немножко наш скрипт. Слегка. Слегка. Пожалуй, все. Да. Давайте проверим еще раз, все ли у нас получилось. Это сотрем. Все получилось. На сегодня все. Спасибо. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Поехали. Возвращение на канал. Смотрите.